ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Огромные деньги надо вложить. А это простой, обительный, невозможный. Вот наши желания и требования. Больше ничего. Глава района пять машин сопровождает, пять, 150 охранников. Как будто немцы оккупировали эту страну и здесь живут они. Так получилось. Голландия, министр страниц, не воспитали на работу, не воспитали на работу. В России, Дагестане, каждого хмыля возит 100 человек с охраны. Что это, оккупировали государственные? Откуда деньги будут? Деньги она не хватает, а вот она с них хватает. Сколько человек присоединили? Примерно 70-80 машин. Люди получают 80 тысяч и зарплаты тысяч. Сколько вы стоите тут? Неделю уже. 2 понедельника. 2 понедельника, да, 20 сентября. Две требования есть, самые основные, главные. Вот этот батон убрать. И вот это по весогабариту, чтобы разобрались. А тот человек, получается, если даже груз, если нормально не распределил, там килограмм 300, у человека на ось пробило, пожалуйста, на тебе 400 тысяч штраф. Это вообще нереальная сумма. У человека, вот такая машина, например, она сама 400 не стоит, а на него 400 тысяч штраф. У нас, короче, получается, в государстве мы живем, где у нас зарплата африканская, а штрафы европейские. Это что за государство? Они сняли себе, как хурорти живут. А мы не должны лапы за всяким неведе вернуть. У людей уже варианты нет, у людей стоят до тех пор, пока решится этот вопрос. Если государство и руководители думают, что они обойдутся без народа, то, пожалуйста, пусть выходят эти же депутаты, эти же чиновники и работают между нас. Мы посмотрим, что они будут производить и как у них будет это возможность.